всем привет дорогие друзья с вами как всегда мы лдс и мы подготовили для вас интересный материал по варкрафту 3 забыл сказать по слову слова легенда легенда всех стратегий я думаю что то ты должен добавить сам группа разработчиков из нескольких человек решили оживить легендарную варкрафт 3 и на движке старкрафта 2 они решили возродить ее полным ходом сюда посмотрим что у них получилось ныне мы видим билд альфа билд на данный момент который только-только вот прям вот сейчас вот на наших глазах создается можно сказать сейчас мы будем оценивать что же в нем есть на данный момент мы имеем всего две расы орки и люди остальных раз к сожалению пока не завезли но думаю что ближайшие сколько-то времени они определенно возможно появится для тебя перебью сразу они появятся когда ребята запустят систему по сбору денег чтобы нанять дополнительных людей и запилить остальные раз и и оптимизировать всю игру да вот вот такие вот дела на данный момент мы имеем две полностью готовых расы это орки и люди у каждых есть по четыре целых героя все строения и все как это было в варкрафте то есть например мы строим какое-то здание она строится с теми же самыми звуками которые были в варкрафте и строится тем же самым видом которые строилась там но все это все это дело они перерисовали и выглядит все это намного красивее чем выглядело раньше теперь варкафт не только приятно вспоминать но и приятно в него будет еще и играть всем тем кто в него еще никогда не играл вот почему-то я не слышу звуки игры и не слышу звуки игры а это немножко хреновенько но в моем случае это не работает по что я слышу все отлично к слову говоря я чуть-чуть подзабыл чем я вообще занимаюсь а заниматься я должен постройки всяких полезных вещей а не страдать фигней как я это делал в прошлые разы поэтому этим я наверно и займусь ну а ты пока можешь рассказать свое мнение и показывать строение людей ну я звук восстановил вон у меня просто был в микро и убавлен мы естественно будем говорить в первое же дело о проекте людям которые заинтересуются в нем вы можете в описании к моему и твоему видео найти ссылки на проект и обязательно вступить в их группу чтобы знать прогресс данного данной игры до модификации на когда она будет полностью готова что нового в ней появится появилась ли и прочее сожалению меня не очень удобно стоит рудник поэтому мне не очень удобно наблюдать за тем как все это происходит ну ладно шутка юмора в чем данная модификация в принципе вполне сейчас уже готова для игры и как мы посмотрели она более-менее стабильно ну то есть мы отыграли на ней минут 20 не вылетев ничего все было хорошо рада там у меня потом случился вылет но этот вылет был связан чисто с моими косяками нежели с какими-то косяками карты скажем так что мы будем здесь делать это показывать юнитов которые здесь есть в первую очередь да но в первую очередь я хотел тебя перебить и сказать самую главную фишку то что данный проект точнее данные игра абсолютно бесплатно да и еще что самое приятно чтобы поиграть в данный мод вам нужно всего лишь стартовая версия старкрафта который тоже распространяется абсолютно бесплатно так что вы просто обязаны даже пойти и подписаться на их официальные группы даже чтобы сказать тем самым спасибо в любом случае мы будем пристально следить за данным проектом потому что он не оставил нас и мы встретились смотрите вон видите мы видим кого кого мы видим я никого не вижу я вижу очень красивого орка который прям очень качественно отрисован нет очень нравится а знаю с нами еще разработчик играет вот в чем прикол он решил с нами поиграть раз да и каждого выше у нас убить давай выносить его вдвоем а вот так ладно на самом деле мне нужно будет построить сейчас пару зданий и уже как-то от этого развиваться потому что пока что мне все не очень хорошо а вот но в любом случае я примерно буду через какое-то время вспоминать как же здесь играть что же здесь делать и все такое все такое да пока естественно мы тут обозреваем карту в первую очередь что здесь мне почему-то по мне орк почему-то предупредил что мы на нас напали а вот кто на нас напал непонятно это такая замедленная реакция кстати близзарды не имеют ничего против данной модификации и поэтому да поэтому она выйдет и беспроблемно будет находиться в торговом ряду что уже приятно ночь наступила все потемнело то есть это тоже функция работает видимость стала ниже это радует и если кто забыл то самое главное в варкрафте это было качать героя на крипах а потом уже идти к своим друзьям да и выносить уже их кавычках друзья конечно но почему играли то все основном с друзьями поэтому я думаю что вполне как раз с друзьями и получится поиграть а вот я не знаю как в этой версии надеюсь здесь не будет таких глюков как было чуть раньше и здесь надеюсь что здесь все будут сохраняться наши вещи в этом случае все будет просто очень замечательно не там уже все сохраняется поэтому ты не переживай насчет этого уже все сохраняется это хорошо так на самом деле я думаю что мне не хватит этого количества юнитов несколько всего угрохают так кажется хотя и меня тоже угрохают всех угрохают да мне не хватит к сожалению чтобы это все дело подолбать к сожалению моих винтик не хватит я их отведу назад пока что ладно чем я буду заниматься это естественно добычей дерево добычей всякой фигни и попутным рассказом того что вообще здесь сделано вы видите лесопилка довольно красиво пилит деревья просто офигенно сделано что я хочу сказать ребята постарались здесь на славу они перерисовали множество юнитов множество всего все модельки больше своей части перерисованы либо взяты из сторонних игр тех же самых blizzard это например герои шторма либо что-то там еще по-моему говорил вовка либо вовка да поэтому я думаю что ребята действительно постарались на славу они сделали очень качественно данный момент даже уже качественный продукт что на альфа версиях как правило бывает не очень хорошо здесь они сделали все довольно неплохо и смотрибельно очень даже классно можно поиграть потрогать так сказать ощутить насколько этот мир скажем так живой и здесь он действительно выглядит хорошим единственная проблема на данный момент состоит в том что есть небольшие подфризы но это к сожалению пока что не изменить допустима не убрать но это да это допустимо я тоже был до подоза такой небольшой я так понимаю он одновременно у всех но за то что мне нравится эта постройка здания она осталась такой же как было вары варики в третьем мне немножко заговорить уже третий раз говорить одно и то же не очень круто вот но в целом в целом целом все классно мне на самом деле очень нравится пока то что я вижу никаких особых трудностей проблем я с игрой не испытываю даже на английском языке кстати на данный момент небольшой минус игра есть только в английской версии но я не думаю что это вас остановит дабы вспомнить что-то хорошее из детства а варкрафт у нас откуда правильно из нашего с вами детства сколько ему годика в 17 до около того не поменьше вам него варкрафт поменьше вроде он же вышел после стартов это стартовка у нас 17 лет варкрафта помп 13 что ли или чё попало я я я честно сейчас уже не буду врать я не помню к сожалению ребят простите меня не простят тебя вот я к сожалению не помню сколько варкрафт у нас лет поэтому не скажу на сто процентов ладно надо потихонечку делать строить да а то у меня здесь о грифоны ура у меня здесь ничего нету потому что чем под ничего нету я имею ввиду что в принципе ничего нету это не очень хорошо вообще всего 4 юнита очень мало я думаю что надо развивать но блэйд мастера пока я напарываюсь на очень больших монстров а мать и кого-нибудь поменьше здесь есть черепах четвертого уровня прям совсем поменьше нашел называется ну ладно давайте попробуем ухай даже умеешь искать приключения на пятую точку я ее сначала ухай душа вы потом перволевеловых так что в принципе все нормально у меня меня есть герои invisible делает герои invisible видимо ночью я так понимаю ну да если капюшон нарисован тогда ночью седьмой левел я точно не потянул первым большую вероятность поэтому я просто убегаю что-то я смотрю как то очень хреново убегается 7 лавала он так долго меня преследовал но плюс тут чё же физика не физика а интеллект starcraft они же там дольше преследуют мне кажется ну да 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 скорее всего потому что раньше там стоило чуть-чуть отойти и уже мог да они уже не обращали на тебя внимание здесь прям так уж долго тебя провожают до дверей не дают так сказать расслабиться под атакой а давайте попробуем завалить беда не беда давайте попробуем завалить мой лава мне просто интересно смогу ли вообще сделать нет есть вероятность если он переключится на другого моего этого есть вероятность смогу завалить моего я это скорее всего сделаю извини перебью тут такой прикол в этом в гоблинском магазине гоблин выпадает из своей и своей квартирки потом медленно поднимается наверх такого я в оригинале чит не помню а вот я захватил в смысле захватил горе я убил все-таки 7 лаву о чем я сказал чуть ранее доволен собой что сейчас я покажу еще попутно отдельно новых героев а что буду пить армию пока всех юнитов по одному строю чтобы показывать как это все выглядит вот у меня тем временем прошла вырубка довольно нехило вырубили лес основательно основательно готовимся к войне так сказать у китая знаешь что хотел сказать что я забыл запись включить да и ты понял что ты не забыл да ну просто как говорил в бандиками это не отображается я понял фигово отображает вот что мы имеем на данный момент все выглядит довольно достоверно все выглядит очень красиво ребята действительно классно постарались мне очень нравится все что я вижу поэтому я думаю что это достойно как минимум похвалы ну и того что вы зашли как минимум оценили сами а когда будет альфа тест мы к сожалению точно не знаем но по идее насколько я понимаю он будет относительно близкое время в ближайшее поэтому будем надеяться что мы все-таки его увидим да вот смотри вот сейчас ночь и мой герой может становиться действительно невидимым invisible man так он у нас выдавая катапульта очень классно ты и кстати не слышишь нет здесь по моему уже исправили этот вот здесь этот глюк исправили так вот выглядит катапульта ездит она очень прикольно и юниты у нас здесь потихонечку строится надо кстати регенерацию сделать а то я в прошлый раз из-за этого помер по-моему так у меня доступен грифон это доступен грифон уже какой-то шустрый прямо с морем с армянским акцентом говорит чуть-чуть да так это у нас обычные юниты или фиг такая у нее по моему как называется болезнь которая сильно гиперактивно да тут у нас в общем появился у меня только что вышел ту рейнчик и выглядит просто наипичнейший со своим огромным топором это урены часе мурин просто очень классно выглядит с полу отрубленным рогом одним периодически туда-сюда меняет топор с хвост у него шевелится борода у него шевелится все у него шевелится чё надо не знаю насчет его в прямом смысле но чего надо но чего надо у него шевелится да вот поэтому я думаю что классно нет классно мне очень нравится у нас здесь дискотека идет в таверне пивной так здесь а здесь все-таки есть герой наверное пит лорда мы купим вот больше я не могу по идее покупать героев я не помню что требуется максимум 3 то есть я не смогу какого-то из героев показать нет я купил зачем-то пит лорда но он не покрашенный как ты говорил да здесь есть к сожалению ребят небольшие проблемы некоторые герои к сожалению не имеют окраса если можно это так назвать текстур текстурки да и на них краски не хватило денег не завезли поэтому они вот такие и есть к сожалению это не очень хорошо но терпимо если честно я лично не испытываю особо больших проблем с этим поэтому думаю что все будет хорошо на f2 здесь все также можно до постройки второго а вашего героя выбирать все войска после постройки уже это у вас не получится том экспириенса нашел сейчас например что у нас здесь можно сделать так крыски points что у меня золото нету не дашь меня ножка я то да нет не дам извини дружим пойду к на 9-го на 13 уровня или третий ну и спиды куплю я думаю я так смотрю ты там опять ходишь коняшками да а то просто я их слышу а ты их слышишь на это очень плохо что ты слышишь да я слышу твоих юнитов это действительно очень плохо это не круто но чё сделаешь сделаешь сожалению пока что это вот как-то так происходит слышу твоих коней сильно печально но это не сильно так уж напрягает ладно давайте мы выделим моих винтов запишем их на единичку все-таки попробуем изучить вообще что здесь вокруг нас творится мне кажется что крипов всех уже поубивали я тут один сижу как дурак без крипов нашел я джаспера он он тоже у нас играет за орков скорее всего это его не мейн строение я его снесу сейчас чуть-чуть прокачаюсь думаю почему бы не чему бы нет просто я пока показываю именно как у нас идет бой как у нас кидают те или иные юниты строение и прочее во все это дело наш город под атакой это мой основной город дружи пожалуйста пока уйди отсюда да тогда больше негде ничего делать вот тем временем я всех с армией нашего противника и мне участвовали дают и так смотрю главное чтобы я тебя не зажал иди на самый верх вправо точнее влево ты найдешь джаспера я думаю что тебе стоит купить так вести много глюк работы не работает это а а вот я его вижу да вот он вот его можешь пока поубивать там скорее всего находится его основная база я экспант решил вырубить ну или так а вот тем временем я пока попробую все-таки подготовить своих юнитов к следующей встрече с этим замечательным человеком который собственно является одним из создателей и предоставил мам шикарнейшую возможность собственно поиграть в этот билд ознакомиться с ним давайте покажу например вот этого замечательного юнита ветра крыла по-моему так он называется же правильно на каком-то на грифоне именно который летает но он не на грифоне на ордовском а вот на воем как-то но ветра крыл по моему или я как-то не помню уже ну ладно общем суть в чем сделана моделька очень качественно и красиво очень замечательно мне нравится даже вот здесь вот довольно хорошо прорисовано показываем следующего тролля просто сделаем по словам себя показываешь да я троллю сам себя вот так вот у нас вот или тролль немножко бешеный на я забыл название под глаз так ладно шутка юмора в чем шутка юмора в чем то что здесь все очень красиво очень качественно я честно говоря глаза разбегается вот такой у нас кадошка и замечательный кадошка просто классный орк который впоследствии будет быть бить по всему и вся давайте мы с вами еще построим парочку наездников и я думаю что парочку райдеров рабочих нам больше скорее все не придется строить в принципе нам их не надо а здесь идет стандартная постройка основной нашей крепости не знаю мне мне лично очень нравится пока что все что здесь происходит все круто все качественно все замечательно я аж пока скучаю потому что у меня уже все по максимуму то все по максимуму я просто 3 лаву мне к сожалению делать просто ничего мне все печально поэтому жду скучаю тоже но по другой причине ладно ладно как я уже не раз говорил я в основном хочу показать именно эту карту а не выиграть на ней меня это не столь важно так давайте тогда будем потихонечку закупать основные основные плюшечки и докупать еще что-нибудь полезненькое так а у меня анти воздух это нету опять врешь да ну серьезно нету так у рента тема что у нас делает тотем турен тотем тотем турен я не помню тренирует туренов логично логично да я вот так подумал вот в этой в этой версии у главного здания красочка есть здесь его покрасили просто его не было в прошлый а вот да мы успели за раз попробовать сразу две версии это классно это классно мне нравится тем временем у нас здесь у турен опять повторюсь что я показываю как все это дело выглядит я не стараюсь что-то из себя изобразить поэтому не смотрите на то что я строю как и так далее это вам как минимум не понравится так у меня это деньги закончились так давай-ка я тоже что сделаю я хочу прогуляться на базу и попробовать занять уже хоть один как вот и седьмой левел отлично можем сейчас вписаться любит говорить на страшный герой нам надо как-то встретиться и побиться нет нам это не надо потому что амниор сеньор сказал райфлмэн нам это не надо чего не стыкну я сам боюсь я просто у меня на самом деле реально армия нулевая обращение чем ты занимаешься а я занимаюсь именно показами но там мало южиса чтобы показывать узнаешь в принципе хватает просто у меня уже 80 юнитов и и все и и все да он пока с ним все кисть но мы уже подрались ему убил двух героев и у него один воздух остался и ты такой в печали да вот сейчас он опять ко мне пришел вот такой вот у нас райдер очень классно тоже прорисовывается на самом деле что приятно то что все юниты в большинстве своем не езди пожалуйста катапульты не могу просто ты конницы катапульты и вообще не вообще не круто чувак совсем не круто я знаю но он нападает на меня именно вот этими юнитами вот просто проблема в чем собственно что я хочу сказать что мы здесь можем увидеть из интересного это то что во первых все герои естественно прокачиваются по стандартной системе но что на мой взгляд самое веселое это то что здесь все сделано в каноне именно старых старого варкрафта все очень красиво канонично классно и приятно глазу сделано то есть в стиле именно в том не каком-то своем новом переделанном амина под старый стиль все это сделано то есть ты хотел сказать не просто этот как его starcraft со своей современной панелью а вот именно камни дрова и прочее да 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 вот что-то вот такое но на самом деле я имел ввиду даже вид строений вот это узнаешь угловатость вовки да вот которая многим не нравится я наоборот от нее так тащусь каком-то смысле поэтому не он очень симпатично симпатично она мне в общем-то вот что я хочу сказать то что сделана игра очень качественно на мой взгляд очень 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 качественно и это несмотря на то что мы видим перед собой только альфа билд повторюсь альфа это далеко не конечный продукт поэтому терпите когда выйдет финал который чтобы чтобы он раньше вышел вы можете помочь разработчикам и собственно поддержать их проект на том месте где они будут соответственно его продвигать на кикстартер тюк соответственно будет проект в описании так что я думаю что вы все это дело найдете вот что касаемо вырубки леса я думаю нужно как-то передвигаться в более нормальное место и поставить там все-таки свой холл если понял о чем я ладно так я на самом деле не до показал еще двух юнитов сейчас я их построю и на этом уже можно будет нападать после но потому что я скорее всего ничего не сделаю у меня большие проблемы с золотом да ладно и бы и бы их просто нет не их а его в смысле поэтому да как так ну понимаешь в чем проблема я не выходил в дополнительные базы все дела и блин этот танк конкретно конечно да вот это единственный момент который вас будет малость подбешивать если ваш союзник будет подстраивать танки ездить на этих танках будет вас реально напрягать чуть-чуть хоть один плюс вы их будет услышать да но вы будете знать что это у человека есть конница и у него есть танк в чем вы свою конницу не слышите так как слышите ваш парни самая тема касается и там к сожалению не строят арки я я вот не помню в варкрафте строила несколько человек нет в смысле только за раз только люди могли строить за раз ага у тебя это сохранилось кстати конечно я же ты помнишь в прошлый раз говорил что это они построили а звук не пропал я понял да ну просто сейчас я к сожалению не слышал так кого я хотел показать не знаю так как я показывал вроде здесь всех кроме одного юнита по-моему его единственного не было а нет он тоже был все тогда получается всех показал в принципе больше здесь некого и показывает ну некого так некого ну да боже как эти танки бесят да просто печали вообще у меня рабочие шоки от этого звука ты бы слышал просто их мольбы такие типы нет когда это закончится заглуши его да 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 ой тут просветка есть а это просветка от трала да хотя нет я на самом деле нашел тех юниты в которых я действительно не показывал лол на самом деле ребята идите уже сюда здесь почти все достроилось что с просветкой но тут у орковского героя который на волке катается у него есть заклинание просвечивать карту вот когда эту просветку кидаешь она из старкрафта крутится в современном мире это нормально чувак это нормально ладно ладно я наконец-то поставил себе вторую базу не прошлое полугода у меня на самом деле осталось показать по-моему три юнита это шаман дичи доктор и спирит уокер спирит уокер блин меня очень сильно сбивает на самом деле это катающаяся катапульта на тебя по-моему знаешь сидишь думаешь думаешь пытаешься что-то сказать тут катапульта такая ей она тебя манит чем-то просто да так ну посмотрим ох нифига себе вот происходит все довольно весело на самом деле мне очень нравится знаешь можно здесь просто стоять и смотреть как дровосики добывают дерево и носит его на лесопилку единственное чем мне нравилось всегда в варкрафте это то что все здания были в большинстве своем намного меньше чем любой из юнитов который что-то делает но это корейцы это просили потому что чтобы они могли их лучше контролировать ну да так вот у нас спирит уокер появился здесь он тоже покрашенный красивенький чем-то мне напоминает кого кое-что римское ну ладно это очень это твои догадки все мои такие фантазии да вы друг друга убили да нет у меня 99 из 100 и поэтому я иду тебе поэтому что есть что есть иди пока его убей я потом тебя убью чтоб честно было хорошо вот а я пока что покажу шамана шаман здесь выглядит просто замечательно тем более что у тебя там уровень по-моему заоблачный так что это не заоблачный у меня уровень тут дальше 151 не пойдешь а у тебя что бас что ли нету дополнительно не понимаю не 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 вот как раз я просто знаешь тупо на расслабоне полностью на расслабоне вообще не заморачивайся ну вот вот давай дальше вич доктор у нас здесь пришел вич доктор выглядит еще замечательнее не очень классная такая одежда но к сожалению вот это сообщение мне немножко помешало показать нормальный вич доктора что-то странное у него на самом деле с одеждой такое ощущение что у него на меня напал но я чувак это единственный способ добычи моего золота был был нормально вообще а это ты пришел нет это не ты чувак не трогай уйди но у нас тут драка началась извините не со мной пожалуйста вот не знаю на самом деле мне нравится как здесь все выглядит здесь все просто замечательно я до сих пор кстати не построил по идее одно здание это какое же он говорит гг ну туренский тотем я почему-то до сих пор его не построил все время забываю про него ну по гг так гг если хочешь выходи если он выйдет то мы тоже выйдем по идее нет вот 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 ладно давайте посмотрим последние минуты как будет достраиваться это замечательное здание я думаю что это будет классно на самом деле на самом деле куча рабочих просто занимают мясо я же сейчас немного позанимаюсь дурализмом потому что все у нас страдают страдают фигней да вот я тоже покажу одного героя другого героя ну я этим занимался когда я показывал собственно всех героев уже чисто так да вот у нас колдуньи эльфийские раздетые их очень все любили раньше наши усатые дворфы никогда не мог этого говорить дворф дворф вот пехотинцы здесь на самом деле у меня как-то маловато юнитов я думаю что они тебя не убьют спеллбрейкер и наши наездники а грифона но у меня сейчас места нету надо рабочих что ли послевать но вы их видели ранее так ну я сейчас тура на наверно построю и вот давай сделаю вот так сначала построил 100 урэм потом лучше они на него тем временем у меня рабочий стоит страдает фигнёй материться на меня говорит что окей-докей чувак ну ты лошара игроки а я проедет своей тележкой а противник подарил пятый уровень мне кто подарил хотя бы четвертый так давайте хотя бы один турэм у меня будет я надеюсь один турэм у меня есть блин как он с бревном так прям бегает очень брутальный мужик с бревном с хорошей такой атакой под призыв барабанов давай встречаем все чем ся как бы кто проиграет проиграет и там уже я думаю окей вот видишь он ушел из игры и мы до сих пор в игре покатился куда то вот давай иди к красному бару мигающему где сейчас дискотека идет нам надо вот это вот это так ну чтож кто выиграет тот выиграет кто проиграет ну да ну хоть одного героя я тебя убил и то хорошо да ты пит лорда убил и то хорошо как говорится правильно же ну да лучше чем совсем ничего мне кажется ты у меня сейчас все убьешь ну героев я тебе уже определенно всех убил может быть героев у тебя больше не осталось да потому что у меня слишком много танк техники было да вот такие вот дела друзья мои вот такие вот дела а танки поехали на дачу хотел сказать да я понял я просто сейчас покажу как собственно происходит атака именно всего этого дела а я попытаюсь довольно быстро все разрушается ты мне скорее всего спокойно уничтожишь все что у меня там на базе никаких трудностей у тебя по идее не возникнет с этим я войска строить не буду смысла особого там не вижу кто какой а я же героев забыл восстанавливать так у меня там танки до сих пор бузят так ах ты гад такой танки решил меня убить ну чё ты там совсем разбузился а ты чё думал там не прифигел ли не а танки быстро все сносят вот в чем прикол это то понятно так да пошел ты так надо 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 все всех сюда ну ты сейчас за танки хорошо это поднимешь себе ой колесики разлетелись ты видел да засранец ты ну какого же есть все взял мне тут убью а на самом деле я считаю что мы достаточно показали я лично выхожу на это не на этом я считаю что мы закончили поэтому всем спасибо за просмотр если вы хотите поддержать этих ребят то пожалуйста добро пожаловать на кикстартер там собственно вы с ними сможете встретиться ну а мы с вами прощаемся всем пока и спасибо за внимание ха я вышел раньше ну и на самом деле вот доказательство того что все это дело происходит в старкрафте все очень просто вот пожалуйста мы находимся именно в нем а нигде бы то ни было вот такие вот вот такие вот дела дорогие друзья всем пока пока еще раз а